Подрыв Каховской ГЭС, Николай, это экоцит. Минздрав Украины сообщает, что на дне Каховского водохранилища могут быть опасные вещества. Там скопились осевшие загрязнители, которые почти 70 лет поступали со стоками. Это могут быть тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды, радионуклиды и другие опасные вещества. В ближайшие дни водохранилище просто исчезнет. Опасные отложения может поднять и распылить ветер. Также в колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории могли быть химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, мусорных свалок. Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по статье экоцита и нарушения законов и обычаев войны. Николай, есть ли вам что как адвокату и как правозащитнику сказать на этот счет? Вот эта трагедия Каховской ГЭС. Я, честно говоря, не думала. Я была уверена, что мы за время войны не будем такое обсуждать, но это уже факт. Второй день мы видим видео, которое разрывает наши души и сердца. Как такое могло случиться? Как вы считаете, они считают, что они вообще никогда не принесут наказание за совершенное? Мы видим, что на протяжении всего времени вторжения российские военнослужащие по указанию российских властей систематически совершают военные преступления. В том числе акты геноцида, убийства мирных жителей, изнасилования, разрушения гражданской инфраструктуры, роддомов. Вот сейчас дошли фактически до экоцида. Не стоит забывать, что до сих пор российские власти контролируют Запорожскую атомную станцию. И последствия вот этого теракта, этого подрыва Каховской гидроэлектростанции может отразиться и на атомной станции. Важно понимать, что да, это люди без каких-либо принципов, люди, которые не видят завтрашнего дня, не видят себя в нем, а которые готовы уничтожить все, до чего они могут дотянуться. Конечно же, со стороны правоохранительных органов Украины будет проводиться расследование этих преступлений. Конечно же, я уверен, что соответствующие доказательства будут направлены в международные инстанции, в том числе в международный уголовный суд. Но ущерб уже нанесен. И да, я думаю, что от российской армии, от российских властей следует ожидать только худшего. То есть подобные преступления, они, по всей видимости, будут повторять. Редактор субтитров А.Семкин